МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опять я веду свой репортаж с Кручевского. Сегодня очередное перемирие объявила оппозиция. Но вы слышите взрывы? Это не стреляют отсюда бойцы Беркута и внутренних войск. Это с той стороны забрасывает всевозможными пиротехническими средствами митингующие. Так называемые мирные митингующие. Бросают всевозможные пиропатроны. А с этой стороны войска вон только поливают. Посмотрите, сегодня минус 15. Постоянно идет вода. Постоянно летят камни. Сегодня считается перемирие. Но наши солдаты стоят. Смотрите, люди, вы можете увидеть. Вон летят камни. Это день перемирия. Камни летят. Видите? Это такой мир объявляет оппозиция. Эти камни не просто летят. О! Это нейтральная полоса. А это бойцы внутренней службы. О, меня уже схватили и вытащили. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит. Раз вы меня тут захватили почти плен. Рассказывайте. Дальше, подлаковник. Вы видите перед собой переднюю линию обороны. Митингующие, так называемые. Это нужно назвать таковыми. Потому что это, скорее всего, сепаратистские организации, которые, несмотря на то, что между правительством и оппозицией заключен переговорный процесс, и вот эти все действия, которые являются противоправными, они уже запрещены. То есть вы, как юрист, можете определить, что эти митингующие – это преступники уже? Я вам об этом говорю не как юрис, а как человек, который представляет на данный момент закон. Митингующие ведут себя, несмотря на те договоренности, которые были достигнуты между сторонами. Они не подчинены этому. Это говорит о чем? Что вот эта вот масса, которая здесь находится, она уже никакого отношения к оппозиционным силам не имеет. И это уже не политика, а уже просто попытка совершить своего рода переворот. Какая вам задача стоит? Задача стоит обеспечить общественный порядок в городе. Защитить мирных граждан и население города Киева от всего этого беспредела, который здесь происходит. Скажите, пожалуйста, где сейчас спят, что едят ваши солдаты? Ну, слава богу, с этим питанием. Питание поставляется, спят военнослужащие в помещениях. Организованы, вот если вы можете посмотреть, пункты обогрева для личных мест. Где они сушат обувь? На кострах? Сушат обувь, подходят, людей выбирают по одному, по два, по пять человек, подводят вот таким оборудованным обогревательным пунктом. Они здесь обогреваются на месте слова, становятся в строй. Вот сейчас зачем льют воду? Зачем вот эта вода льет? Значит, средства массовой информации утверждают, что применяют против мирных митингующих водометы. Расскажите, что сейчас происходит? Вода льется не против митингующих, а для того, чтобы погасить очаги воспламенения, потому что этот дым, который едкий, он, во-первых, мало того, что он загрязняет атмосферу, он еще плюс ко всему на том же уровне. Он очень вреден для здоровья. Вы посмотрите, пожалуйста, на вот эти здания, что сделали с городом Киевом. Это называется мирная шляция. А то, что они взрывают, то, что они запускают пиротехнику в направлении людей, это мирная... То есть этим дымом просто травят солдат? Мы дышим этим дымом уже 4 дня. Скажите, вот вы с огнетушителем, что вы делаете с огнетушителем? Огнетушителями мы используем для того, чтобы в первую очередь гасить людей, которые поджигают, бросают коктейли молота в нас. То есть даже дефицит сейчас. Мне звонят и говорят, привезите нам огнетушителей. То есть это для того, чтобы тушить бойцов? В первую очередь для того, что в местах воспламенения, где находится личный состав. Это главная задача. Хорошо. Вот я вижу постоянно летят камни. Вы мне можете провести вот так вдоль строя солдат и рассказать, что, чего, как они делают, чем занимаются вот боец в строю. Вот я вижу постоянно стреляют. Я вижу летят камни. Разные пиротехнические, вернее, не стреляют, а хлопушки эти, да? Сейчас, сейчас. Я вижу. Расскажите мне, расскажите. Боец, Беркут, расскажите мне, пожалуйста, что сейчас происходит. Давайте, комментируйте. Не бойтесь, не бойтесь, все припро висит. Вот, смотрите. Пожарники просто хотят запрещать пожар. Я вижу, я вижу. Вот, смотрите, видите, вот я зумом подтащил. Вон, толпа в касках, в стальных касках, в строительных касках. Постоянно бросают. Камни летят. А Беркут меня защищает. Ты поставил перед моей камерой, поставил. Вот это передний край. Вот как приходится закрывать пожарника щитами, чтобы затушить пожар, чтобы не загорались соседние дома, чтобы не горели квартиры киевлян. Он уже сгорели. Он уже сгорели. Вот, посмотрите. Время сейчас 14 часов 30 минут. Суббота, 25 число. День рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Вот так вот они отмечают этот праздник на той стороне. Этот черный дым в Киеве виден с левого берега. С броваром он виден. То есть бойцы внутренних войск сотрудника Беркута только защищаются. Посмотрите, у них нет никаких... У них нет ничего, кроме щитов. Кроме щитов у бойцов ничего нет. Ни баррикад, никакой бронетехники. Это люди, которые верны присягами. Куда трясти? Куда трясти? Куда? Куда? Куда кидаю? Вот люди, смотрите правду, что происходит. Никакой Пятый канал, никакой ТВА, никакой 24-й вам этого не покажет. Их здесь нет и близко. Здесь только я, Сергей Рулев, киевлянин, корреспондент газеты Славянской новости. Все журналисты почему-то с той стороны снимают. Все же вот мне говорят. Это я знаю, это я вижу. Вот такая мирная акция. Вот так оппозиция регулирует и рассказывает, что сейчас надо решить эту проблему, но с участием международных наблюдателей с Европы и с Америки. Россия молчит. Россия не вмешивается. И только сотни тысяч российских граждан, сотни тысяч российских граждан присылают деньги в поддержку Беркута и просят меня, чтобы я передал Беркуту и солдатам внутренней войске свое спасибо. Спасибо, спасибо вам. Вот люди, посмотрите, это вы мне присылаете деньги на мой расчетный счет, чтобы я чем-то от вас помог этим ребятам. Поехали. Вот мы идем вдоль фронта паракадной дороги. Вот он фронт. Он уже горит. Посмотрите, как горит все. Они поджигают и поджигают. Везут и везут старые шины. И никакой ОГАИ их не останавливает. Они спят в тепле. С горячей и холодной водой ночуют. А вот солдаты внутренней службы. Вот их бытовые условия. Во! Палаток здесь нет. Здесь только есть фронт. Есть открытый огонь. Вот прямо возле памятники великому украинцу. Вот, ребята, черные. Грязные. В дыму. Мало того, что свой дым. Еще черный дым со сгоревшей резины. Вот это сегодняшний Киев. 21 век. 25 января 2014 года. Я их заснял, ребята. Я их заснял. Расскажи, как они дома специально поджигали. Расскажи, расскажи, теопис, расскажи. Дружище, рассказывай, что они делают. Они дома поджигают, чтобы отвлеклись на дом, а они в это время сына поджигают. Вот, что рассказал сотрудник «Беркута». Для того, чтобы спокойно митингующие могли поджигать шины, они делают отвлекающий манер. Поджигают дом. И когда струи воды направляются на поджог дома, в это время они поджигают шины. Расскажите про ваших бойцов и про баррикады. Вы можете видеть на той стороне протестующих. Баррикады сооружены из песка, цемента. Лед, арматура, да. А у солдат какие баррикады? Один баррикада состоит из щитов и живой силы. Это военнослужащие внутренних войск и спецподразделения МВД «Беркут». Люди, прошу обратить внимание. 14 часов 36 минут. Здесь черно, как ночью. Вот вы видите, что вытворяют повстанцы эти мирные митингующие. Вот в этом доме посольство... Вон, поснимайте. Отсюда очень хорошо видно, как они бросают. Это мирная акция называется. А вот здание черное, касса стадиона Лобановского, там, это у них столовая, там они готовят коктейли Молотова. Вот оно, черное. Где знак? Вижу черное здание, вижу, вижу. Да, вот там вот разливают эти коктейли. Коктейли Молотова, столовая у них. Коктейли Молотова, столовая у них. Сюда. А вот гайки, которыми они с рогаток стреляют. Покажи. Какими гайками они стреляют с рогаток больше? Понятно. Десятый номер. М10. Хорошо летает. Сергей Рулев, Олег Саган, Анна Ньюс, Киев.